Программа «Доступное жилье» в Кыргызстане начала функционировать с 2015 года и продлится до 2020. С тех пор многие бюджетники страны обзавелись собственным жильем под льготные проценты. Но возникает вопрос, а как же быть работником частных компаний? Для них уже предусмотрено кредитование в 14% годовых. Так, государственная потечная компания до 2020 года намерена выдать кредиты в рамках программы «Доступное жилье» 8000 семьям. Мы здесь отметили проблемы, которые существуют. Это то, что несвоевременное выделение бюджетных средств, если ежегодно закладывалось, чтобы по 2 миллиарда нам выдавать, мы, несмотря на то, что всего 500 миллионов выделяли, мы еще миллиард сверху через дополнительные источники совместно с Министерством финансов увеличивали финансирование нашей программы. На сегодняшний день нам в этом году заложено 500 миллионов, но уже есть договоренность с правительством, что будем работать над тем, чтобы у нас еще были выделены дополнительные ресурсы, чтобы как минимум 1,5 миллиарда сомов было как бюджетное суда. Между тем, также стало известно, что госапотечная компания ни на день не приостанавливала выдачу кредитов в рамках программы «Доступное жилье», несмотря на то, что не поступили средства из бюджета. Об этом сообщила заместитель председателя правления ГИК Гульнура Нуркулова. По ее словам, с начала года уже выдано кредитов на сумму 507 миллионов сомов. Несмотря на то, что в этом году с бюджета средства не поступили, через ипотечную компанию было выдано кредитов на 507 миллионов сомов. Из них 83 кредита на 112 миллионов в январе, 139 человек получили на сумму 200 миллионов в феврале. И в марте 50 человек на сумму 68 миллионов. Кроме того, по словам Нуркуловой, на основании генерального соглашения банки выдают ипотечные кредиты из собственных средств. Так, на сегодня выдано кредитов на сумму 200 миллионов сомов. Мы поговорили с преподавателем Кыргызского национального университета о том, как она взяла квартиру в ипотеку. Я приобрела квартиру через господечную компанию в 2018 году, в декабре месяце. И в данное время я там живу, мне все нравится. Процентная ставка у меня составила 10%, потому что я ввела только 10% от общей суммы, это 90 тысяч. А общая сумма, то есть общая стоимость квартиры составила 908 тысяч сомов. Я приобрела квартиру на 15 лет через БТА-банк. А вот с документами у меня никаких проблем не было, то есть там перечень документов была очень маленькая. Ну а в ГИК также подчеркнули, что за время своего существования компания выдала почти 5000 ипотечных кредитов на общую сумму 4 миллиарда 700 миллионов сомов. В результате возможность улучшить жилищные условия получили более 16 тысяч граждан. Глава компании заявил, что в настоящее время заключается соглашение с немецким и азиатским банками развития. Немецкий банк уже согласился выделить на жилищное финансирование 11 миллионов евро. Вторая фаза проекта предусматривает выделение 9 миллионов евро. Азиатский банк планирует выделить ГИК 30 миллионов евро. В скором времени будет рассматриваться вопрос ипотечного кредитования без первоначального взноса.